Всем привет! В основе процветания Запада лежит воровство. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал идею передать Украине замороженные на Западе российские средства воровством. Собственно, американцам не впервой. Ранее они направили деньги Центробанка Афганистана на помощь семьям жертв тех терактов, которые происходили 11 сентября 2001 года. И это при том, что ни один из террористов не был ни гражданином Афганистана, ни жителем этой страны. И подавляющее большинство являлись саудовцами. Но отбирать деньги у Саудовской Аравии американцы побоялись. Так можно остаться вообще без союзников на Ближнем Востоке, да и без нефти заодно. Существует множество научных и околонаучных версий того, почему западная европейская цивилизация сумела стать самой богатой и процветающей на Земле. Говорят об особой протестантской этике, которая стимулирует трудолюбие и предприимчивость. Говорят о духе свободы, который, мол, стимулирует научную и творческую мысль. И прочее, и прочее. А главная причина крайне проста. И сформулировать ее можно одним словом. Тем самым, которое сказал Сергей Лавров. Воровство. Сперва грабили Византию и Ближний Восток, прикрываясь крестовыми походами. Потом начали грабить Америку, Индию, Китай. Походы дела не врезговали грабить друг друга и собственных жителей. Если кто-то забыл про изгнание евреев из Англии или Испании, рекомендую вспомнить. Или пресловутое английское огораживание, в результате которого сотни тысяч крестьян лишились средств к существованию и умерли от голода. Еще был масштабный голод в оккупированной Британии и Ирландии в середине 19-го года. В результате которого более миллиона человек умерли и где-то столько же стали беженцами. Жесточайшие расправы над восставшими индийцами. Опиумные войны в Китае. Просвещенные европейцы требовали свободной продажи наркотиков в Поднебесной. И разумеется нельзя забывать про европейского каперства, узаконенное пиратство. Абсолютно ничем не прикрытый грабеж гражданских кораблей в ходе войны. Так что нет ни малейших сомнений в том, что в основе европейского благополучия лежало и лежит банальное воровство и грабеж. А вот Россия вела себя ровно противоположным образом. Как говорится, русские варвары врывались в аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и музеи. Удивительно, что жители той же Украины или Прибалтики не видят того, как под чутким западным руководством, весь их созданный Российской империей и Советским Союзом, промышленный потенциал деградирует и уничтожается. А их дети вынуждены ехать в Евросоюз трудиться чернорабочими. Потому что на родине никакой работы нет и не предвидится. Хотя, конечно же, видят, просто сделать ничего не могут. Есть уверенность в том, что Европа просто так не оставит попытки украсть наши деньги. В принципе, даже нынешняя заморозка – это повод для ответной заморозки всех западных активов в нашей стране. И пусть потом частные инвесторы сами разбираются со своими правительствами по поводу компенсации. Хотя, похоже, мы, как и в прошлые времена, до последнего намерены следовать правилам, которые не следует даже тот, кто их придумал. Почему Запад позволяет себе так поступать по отношению к России? Возможно, потому, что предыдущее масштабное ограбление нашей страны ему зашло с рук. Золото Российской империи – многочисленные объекты недвижимости, принадлежавшие государству императорской фамилии, а также тем представителям политической и финансовой элиты, кто не смог выбраться из захваченной революцией страны. Где они? Внятного ответа нет до сих пор. Ровно на то же Запад рассчитывает и сейчас. Не будет же Москва воевать из-за денег? А там, глядишь, будут новые проблемы, новые вопросы. Вот грабеж и позабудется. Поэтому нам сейчас надо с использованием всех доступных возможностей добиваться возврата не только свежеукраденных денег, но и тех царских капиталов. Разумеется, со всеми накопившимися за сто лет с лишним процентами. А прибалтийским странам, которые, подобно Мойском, принимают бредовые заявления о признании России так называемым государством-террористом, пора бы выставить счет за все созданные, за все время жизни в едином государстве, объекты, инфраструктуры. Тоже с процентами, разумеется. Запад уже далеко не первый год разговаривает с Россией языки ультиматумов. Значит, пора и нам начать говорить с ним на том же языке, раз других не понимает.